Всем привет дорогие друзья! Сегодня я буду делать карточку товара для Wildberries или Ozone в фотошопе. Первое с чего начнем это фон. Для этого я буду использовать три фотографии готовых интерьеров. Сейчас переношу их в фотошоп, немного уменьшаю и распределяю по правильным монтажным областям. Растягиваем изображение до нужного нам размера. Следующим этапом нам нужно применить размытие на первые две монтажные области. Для этого я беру, нажимаю фильтр, размытие, размытие по гауссу. И я буду использовать размытие по гауссу 4. Это же размытие по гауссу я применяю к второму изображению. На передний план мне нужен стол. Переношу его также с подготовленных мной изображений. Растягиваю до нужного размера. Дублирую на первую монтажную область. Слежу за тем, чтобы стол шел по одной линии. В первом и во втором изображении. Далее беру упаковку нашего средства от тараканов. Располагаю на два наших слайда. Здесь немного уменьшаю. Вот здесь мне не хватает чего-то зеленого. Я также использую уже скачанное изображение в формате PNG. И также на него использую размытие по гауссу. В таком же переношу на задний фон. Следующим этапом я отрисую вот эту плашку. Это будет у меня просто прямоугольник. с градиентной заливкой. Сейчас я поменяю цвета немного на те, которые у меня здесь. Далее для того, чтобы сделать вот такой вот скошенный элемент, я беру инструмент выделения угла, выделяю наш прямоугольник, выделяю узел и переношу его немного выше. Дублирую на верхний слой. Верхний слой немного отодвигаю. В нижнем меняю градиент на более светлый. Эту плашку я переношу на второй. Наш слайд. Увеличиваю. Для того, чтобы увеличить какой-либо элемент, нужно нажать на сочетание клавиш Ctrl T. Приступим к работе с этим изображением. Как мы видим, это изображение намного меньше, чем изображение в исходнике. Для того, чтобы это изображение увеличить, я его растрирую. Выделяю верхний прямоугольник, выделяю нижний прямоугольник. Редактирование, заливка с учетом содержимого. И смотрим на наш пример, как у нас увеличивается. Немного уменьшаю кисть и удаляю области, которые я не хочу учитывать при заливке. Нажимаю ОК. Ctrl D. Видим, что вверху залилось довольно-таки неплохо. Немножечко сейчас подредактирую. Поверх этого изображения появляется слой заливкой. Мы их объединяем. И берем инструмент штамп. Зажимая Alt выбираем область. И немножечко. Этот инструмент работает таким образом, что мы нажимаем на клавишу Alt выбираем область, которую мы хотим продублировать. И эта область дублируется поверх существующего изображения. Видим, что внизу залилось достаточно плохо. Поэтому мы берем штамп с помощью клавиши твердого знака. Увеличиваем кисть. Выделяем область и расщелкиваем. Нужно внимательно следить за тем, что у нас переносится штампом. Теперь уменьшаем кисть с помощью клавиши Х. И тут немножко продолжаем. Также здесь я вижу, что картина отпечаталась на нашей стене. Я также поправлю это с помощью штампа. Не важно, что штамп у нас выходит за пределы изображения. Потому что поверх мы будем рисовать плашки. С помощью обычного прямоугольника. И эту же плашку мы продублируем вниз. Зайду в наш градиент, который мы выбрали для этой карточки. И нажму на клавишу новый, чтобы он сохранился. Зайду, чтобы поменять цвет, выберу именно этот градиент. И поменяю только его наклон. То же самое я сделаю со вторым. Вот эти прямоугольники я нажму Ctrl J. Сдублирую их на слой выше. Немного сдвину. Поменяю цвет у нижних слоев градиентов. Следующим этапом я возьму изображение тараканов. Они также у меня в формате PNG. Размещаю сразу на нашу монтажную область. Также беру плашку Hit-продаж. Она также у меня уже подготовлена. Далее мне нужно разместить иконки, которые я также уже скачала. Все иконки у меня в черном цвете для того, чтобы их перекрасить. Для того, чтобы их перекрасить, я буду использовать инструмент стиль слоя. Наложение цвета. Выберу здесь белый цвет. То же самое я сделаю со стальными иконками. Уже за кадром. Итак, я перетащила все иконки. Перекрасила их все в белый цвет с помощью стиль слоя. Следующим этапом я буду прописывать тезисы, которые у нас идут к иконкам. Для этого беру инструмент текст и выбираю шрифт, который называется Bebas. в данном шрифте нет символа, который обозначает номер. Поэтому я его буду адресовывать самостоятельно. для этого я напишу вместо крестика букву N английскую. Сейчас я перекрашиваю это все в белый цвет. Немножко уменьшу межстрочное расстояние до 40. и сделаю выравнивание по центру. Нажимаю Ctrl T. Увеличиваю текст до нужного мне размера. И далее нам нужно зайти в окно глифы. Если у вас этого окна нету, то ищем в вкладке окно. И нажав на эту кнопку, оно появится. И вам нужно найти элемент круг. Также для символа номера нам нужно нарисовать небольшой прямоугольничек белого цвета. Итак, следующий этап. нам нужно сделать тени от наших плашек. Я захожу, я выделяю нашу плашку, захожу в стиль слоя, выбираю тень. Делаю тень какую-нибудь темно-коричневую. Немножко увеличиваю непрозрачность. Параметры тени вы видите сейчас на экране. Нажимаю правую клавишу мыши по этому слою, скопирую стиль слоя, выбираю нашу плашку номер два на второй монтажной области и вклеиваю стиль слоя, чтобы тень появилась. И здесь. Также за кадром я уже отрисовала вот эту плашку. Она делается по аналогии с большими плашками. И последний этап, который нам нужно сделать, это отрисовать тень, которая будет идти от пачки с нашим средством. Для этого я беру перо, здесь выбираю фигуру и отрисовываю. Выбираю цвет темно-коричневый. Также фильтр размытия по гауссу. Также я уменьшаю непрозрачность до двадцати. И фигуру перемещаю под упаковку. По аналогии я делаю такую же тень на второй карточке нашего товара. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.